Так, хорошо, следующий фокус языка, мы с ним немного познакомились. Это переопределение. Но не делали того, что сделаем с этим сейчас. Помните про жадный экономный? Это идея работы с критериями, переопределения критериев. То есть мы понимаем, что вот есть критерий, и этот критерий находится в неком контексте. И у него есть определение. Типа человек жадный, это контекст, где кто-то у него там чего-то просит, а он не дает. А если мы возьмем то же поведение, тот же критерий, поместим в контекст со штрихом, то у него будет другое определение. Поместим в ситуацию, где, например, речь идет про какие-то важные ресурсы, разбрасываться ими или нет. И тут уже он становится экономным, а не жадным. Хотя поведение и там, и там одинаковое. Ну это как базовая идея того, чем мы с вами занимались. Мы понимаем, что, да, еще раз помните такую цепочку, невозможно. Мы говорим, ну не невозможно, а очень сложно. Очень сложно, мы говорим, ну требует определенных усилий. Требует определенных усилий, мы говорим, да, надо немного постараться. Надо немного постараться, да, ну хотя бы чего-то надо делать. Хотя бы чего-то надо делать, ну возьмись просто за это. И так далее, да, можно в любую сторону. В сторону упрощения, в сторону усложнения, в сторону хорошего, в сторону плохого. Лингвистика здесь какая может быть? Другими словами. Или там, ну, то есть, жадный, мы говорим другими словами, экономный. Жадный, ну то есть, экономный. И еще один вариант, не X, а Y. Не жадный, а экономный. Для разминки предлагаю следующее упражнение. Один человек в подгруппе рассказывает про какую-то, ну не знаю, про что-то, что ему нравится. Но чтобы это можно было описать некоторым количеством критериев. Мне нравится этот стул, потому что это удобный он, и больше я ничего про него сказать не могу. Так неинтересно. Мне нравится этот стул, потому что он высокий, да, и я сижу, на нем удобно сидеть, потому что видишь всю аудиторию. Да, у него есть спинка, при этом на него можно откинуться. Удобная подставка для ног, ну и так далее. Да, то есть, есть какой-то целый набор критериев позитивных, которыми я могу описать. Ваша задача предлагать мне боевые переопределения. Я говорю, мне нравится этот стул, потому что он высокий. Вы говорите, ну то есть, неудобно на него залезать. Да? С него хорошо видно всю аудиторию. Ну то есть, отвлекаешься на каждого участника. Да? Ещё есть спинка, на которую можно упереться. Другими словами... А? Другими словами, не способствует тому, чтобы держать тело в тонусе. И другое. Я рассказываю про что-то, что мне не нравится. А вы, соответственно, предлагаете переопределение, наоборот, позитивное. Да? Чего мне не нравится? Не знаю. Мне не нравится бумага, которая не в клетку. Не нравится бумага, которая не в клетку. Потому что, когда пишешь, да? Ну, надписи как-то получаются криво, негоризонтально. А вы чего говорите? Ну, то есть, бумага, которая не в клетку, она не создаёт некоторых ограничений. Даёт больше возможностей для того, чтобы писать по-разному. Да? Мы начинаем выискивать в этом как по-другому. Понятно? А у вас ещё что-то не нравится сегодня? Ну, давайте, не знаю. А у кого из вас есть что-нибудь такое, что вам не нравится? Давайте с вами. Мне нравится. Да. Ну, последнее — это что, что не нравится? Я не знаю. Почему? Я не покупаю. Не любишь рано вставать, потому что не высыпаешься. Ну, то есть, раннее вставание, оно дисциплинирует. Да? Что ещё тебе не нравится в раннем вставании? Да всё. Ну, вот так-то надо перечислять, иначе мне нечего будет переопределять. Холодно. Вот я вставлю и холодно будет. Ну, то есть, закаляет тело. Темно. Темно. Сразу внутри становится. Нет, давайте про темно. Да? Темно, и там, да, и такое плохое настроение. А мы говорим... Ну, то есть, свет не бьёт сразу в глаза. Да? Такая хорова нужна самому. Пробуем? Да? Пробуем? И причём, вот один человек рассказывает, остальные там, три человека, которые слушают, не в порядке очереди. Вот кому в голову приходит какое-то переопределение, тот и говорит. В свободном формате. Настроиться? Не, записывать не надо. Просто настроить мозг на этот фокус внимания. Все фокусы языка, они требуют во время обучения вот такой вот настроечки. Оно потом получается лучше, лучше и лучше. Одним словом. Или просто возвращаем изменённое слово. Ну, то есть, он говорит, знаете, это очень трудно. Мы говорим, ну, то есть, требует определённых усилий. Или можно сказать, я понимаю, что это требует определённых усилий. Да? Понимаете? Два варианта ответа. Либо выдать только одно переопределение, либо всё убеждение с переопределённым критерием. Ну, давайте. Если два раза не получилось, третий раз пробовать не надо. Чего бы здесь переопределить? Если можем переопределить? Нет. Два раза можем переопределить? Скорее всего, нет. Не получилось. Можем переопределить? Наверное, как-то можем, да? Уже закрадывается идея. Был нежелательный результат. Был нежелательный результат. Не удовлетворительный результат, да? Не совсем то, что ты ожидал. Вот, да? И тогда прикольно. И мы говорим другими словами, если два раза получилось не совсем то, что ты ожидал, то третий раз не надо? Или, да, это будет провокативно, или в гуманистической форме. Ну, то есть, если два раза получилось не совсем то, что ты ожидал, то, может быть, с третьего раза получится именно то. Да? Гуманистическая, да. Мы же хотим, чтобы он согласился. Может, ну, может, третий раз получится. Не буду дописывать то, что хочешь, там, понятно по контексту. Так, как бы нам провокацию, если два раза не получилось. Не-не-не-не. Это вот с уровнем идентичности надо аккуратно. Третий раз. Я вот здесь бы провокативно, я бы третий раз переопределил. То никогда больше пробовать не надо. Если два раза не получилось, то никогда больше пробовать не надо. Да? Мы третий раз взяли, переопределили с таким вот преувеличением небольшим. Ой, не туда. Третий раз. Это никогда пробовать не надо. Так, поддерживающий, чтобы что-то получилось, нужно продолжать действовать, чтобы здесь переопределить в худшую сторону. Мы хотим боевой. Не-не-не, всё, мы взяли и всё изменили. Нам надо какое-то одно слово взять. Ну опять, давайте будем перебором, чтобы, можем переопределить? Наверное, нет. Что-то, вот вокруг что-то хочется, да? Что-то получилось. Хоть что-то получилось, ага, вместо что-то – хоть что-то. Да-да-да, понимаю, да-да, я соглашусь, что-то мы немножко переопределяем в хоть что-то. Чтобы хоть что-то получилось, конечно, надо продолжать. И там, типа, непонятно, вот это то, чего мы ожидаем вообще-то или нет. Боевое, да. Ну ты начинаешь понимать, хоть что-то – это не всегда то, чего ты хочешь. Тут закладывается пресуппозиция. Вместо что-то сразу негативное, то есть, чтобы что-то фигня получилась, то надо продолжать делать. Ну, не совсем. Можно и другое чего-нибудь переопределить, да? Нужно продолжать, действовать, может действовать, переопределить как-то в… Продолжать тратить время. Продолжать тратить время. Да. Продолжать тратить время, тратить ресурсы. Да. Давайте. Мне это больше нравится. Почему? Потому что чуть другой формат ответа. Мы говорим… Он говорит, чтобы что-то получилось, нужно продолжать действовать. А мы говорим, продолжать… Даем ее… С почерком. Продолжать тратить… Давайте время, да. И тогда, гуру, чтобы что-то получилось, нужно продолжать действовать, чтобы переопределить, что оно там еще круче. Я бы что-то… Да, что-то получилось в достичь результата, да? Чтобы достигнуть цели, надо продолжать действовать. Что значит типа что-то получилось? Достигнуть цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И если вы просто, например, скажите, чтобы что-то, чтобы что-то получить, то у нас там, чтобы что-то… Получилось? Да что ж ты ну никуда шла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА не нет нет просто мы здесь получается мы не переопределяем как бы добавляем новое слово а все остальное остается также а здесь мы переопределяем что-то получилось и достигнуть цели я бы еще я вижу и вот это вот еще слово можно переопределить нет продолжать нужно улучшать действия до чтобы что-то получилось нужно улучшать действия совершенствовать да да пожалуйста можно так ну да еще раз я говорю все зависит от того какое мы слово можем переопределить и обычно вариантов всегда несколько поехали те подгруппы в которых вы работали с убеждениями по намерению берете те же убеждения так лучше когда мы вокруг одних и тех же убеждений они тогда являются таким центром вокруг которого вот простраиваются эти фокусы языка